вчера филиппинцы поймали окуленка маленького бросили в ящик вот сегодня нашли такие зубы вроде бы маленький до вырастет за борт выпадешь и все и не будет тебя не знаю что они будут с ним делать бросили в ящик что-то сидят наверное да подумали мы потом что него разделают и будут на него рыбу ловить скорее всего после нашей первой неудачной загрузки апдейта на систему очистки балластных вод она просто перестала работать и я каждый день и каждый вечер писал письма корейскому производителю hyundai но так как разница во времени у нас было 14 часов то приходилось ждать ответы на письма только вечером в конце концов они соизволили прислать мне zip файлы через почту потому что интернета у нас не было и раскрыть их удавалось только с одной корейской программы которую я по случаю загрузил в интернете там были корейские иероглифы но неважно она сработала эти файлы загрузились выпрямители стали работать и теперь мы перешли постепенно на пост управления грузовыми операциями но здесь тоже случился сбой и система зависла пришлось снова начинать писать письма нашим корейским друзьям меняем на этого супервайзера секретный пароль перезагрузка давай ребут но с этим с этим с этим с этим и ребут перезагрузку снова палец на экране и белый экран где белый экран так сейчас белый экран ну загружая туда project до загружается флешки и поехали дальше делит надо проект удалили теперь по новое а тут хоть один файл будем надеяться что он нормальный нажимая загружаются 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 и загрузился такая же ошибочка один в один выключая за серия тут на кране сейчас обгодят всю палубу улетай давай а вот и продукты жизнедеятельности чаек обгодили всю палубу я хоть хожу их немножко разгоняя бабочка порхает вдалеке большая черная это от которой вкусы химические получаются ожоги каждый вечер я выходил на палубу и нагуливал около пяти шести километров пытался отыскать дельфинов которые в тот момент когда я брал камеру куда-то исчезали в этот вечер к нам прилетело очень много чая которые изгадили всю палубу засели на экранах на мачтах некоторые сидели тихо но вот одна попалась какая-то сильно разговорчивая одна она только трещала потом к ней присел какой-то приятель и они весело чирикали остальные сидели и молча смотрели вдаль на заходящее солнце вот он проходил недавно с мешком рыбы сушеной говорит чиф бери без проблем хотя у нас машинном отделении лежит тоже пакет в холодильнике вот здесь они ее сушат это столько жира накапало внизу закрыли брезентом два слоя чтобы мухи не садились это наша рыба которую дали босс мандал положили в холодильник прилетел дождь на улицу и рыбку перенесли в машинное отделение повесили над котлом смотрите какая куча просто красота аж захотелось ее скушать кстати и мухи не летают нормально а днем мы получили сообщение что наша стоянка на якоре продлевается на 70 часов то есть на три дня проблема в том что у нас была нехватка дизельного топлива я считал что по приходу штаты у нас будет около 28 тонн это не считая мертвого запаса так что проблемы были реальные также у нас и заканчивалась вода и излишняя стоянка на якоре не привела бы ни к чему хорошим но что делать вечером погода значительно ухудшилась мы еле-еле успели поднять якорь и вышли в открытое море ночью я естественно перелег на диван потому что на кровати было невозможно спать за ночь просыпался около 20 раз не только я весь экипаж с утра проснулись и нас ждал мэри крисмас так скажем филиппинский мы его дома не празднуем ну здесь почему бы и не отметить хотя как это будет происходить никто еще не знал ничего себе качели вот они его называют бабу и бабу и потому что это новогодний типа поросенок не новогодняя сегодня рождество повесил тут коже такого здорового еще не видел с погодой нам не повезло видите все летает в это как бы чуть-чуть ночью было намного веселее и старпом зарисовочку сделал самыми популярными выражениями кабаян посок пита пита чуку-то ерунду крисмас 3 упала новогодняя елка и закачки рыба у нас конечно вагон успели наловить но сейчас из-за шторма вчера она вообще ушла сейчас мы просто сами уехали море это креветочки неплохие лангустинус и королевские корона нарисована на коробке снова наехали на волну вчера после апдейта пытались загрузить эту систему систему чистки балластных вод ну насчет дебалластин она сработала на второй раз а вот по поводу балластировки вообще никак сегодня еще раз попробуем где-то в течение часика-двух перезагрузим все если не пойдет то буду писать дефект репорт и может получим диспенсейшн лето чтобы вообще не использовать стоит у меня чемодан здесь в шкафу потому что в других местах он просто улетит а когда-то здесь в нем сидела внучка моя и алисика с собой в рейс забираем поедет поедешь со мной лизик на пароход поедешь со мной нет а зачем вещи мои все забрала меряешь так чемодане со мной поедешь почему поеду все хорошо больше не будешь там варить а что еще каюту будешь убирать а чё еще будешь мультики будешь смотри книжки мне будешь читать и в сборе и я пошел на пробу вот это музычка чисто маньяк какой-то все построились как на этом на фотографии Такая мрачная погода С утра после рождества Вчерашнего И так еще пару дней болтаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так как пока работает главный двигатель То расход дизельного топлива На утиль котел Тоже стал меньше Какой-то плюс Ну конечно увереннее я бы себя чувствовал Если бы у нас были полные танки Дизельного топлива А это можно сделать только в США Кошмар Все, все летает Ну я говорю в балласти ездит Это ужас Я там сидеть не могу Сейчас снова все упадет У меня только что папки повылетали Сижу играя на гитаре В такую погоду А что делать? Ну еще придется два дня так мучиться Здесь тоже все повылетало Я тут чтобы эти баллончики не ездили Сложил все в это ведро Рация упала Так динамик мой снова Счастная колонка Ну и тут тоже Счастная колонка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова